Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миквуха Макфлай. Я сегодня гуляю по Калининграду. Я был в этом городе лет, наверное, 15, может быть, 18 назад, и он был совершенно другим. Он был внешне очень похож на Воронеж. Огромное количество пятиэтажек, хрущевок облезлых. А сейчас, смотрите, какая красота, друзья. Вокруг немецкие домишки. Ну, на самом деле, все это хрущевки. Просто их красиво отреставрировали. И давайте сегодня посмотрим на то, как изменился Калининград, и как калининградцы спрятали свои хрущевки и замаскировали их под немецкие домики. Получается, я нахожусь на одной из центральных улиц Калининграда. И здесь, видите, что не дом, то прям картинка. И вот туда, собственно, прям в центр они уходят. Вот за моей спиной совершенно потрясающий дом. Просто это все первой линии. Вот дом тоже, видите? Обратите внимание, кстати, у них нестекленные балконы. Вот. При переделке людям запретили степить балконы. Ну и сейчас пойдем вот на вторую линию. Я, кстати, лично живу на второй линии. Вот. Вот и следующий мой дом. Я живу сегодня там. Улица тоже, на самом деле, необычная. Там есть немецкое строение одно. Сейчас я вам покажу. Вот. А это все пятиэтажки. Это все хрущевки. Вот. Чем необычна моя улица? Тем, что на ней сохранилась брусчаточка. Вот, видите? Ну, красиво. На самом деле красиво. Понятное дело, что не для каждого российского города подойдет такой формат. Потому что у нас не так много немецких городов. Точнее, он один. Но в целом интересно придумано. Ну, или вот, например, друзья, смотрите. Тоже самая обычная длиннючая хрущевка. Сделали красивых фасадов. И получился европейский домик. Вот, смотрите, еще одна хрущевка. Тоже отделанная. Тут по окнам видно, что это самая обычная хрущевка. У нее сверху сделаны такие штуки. И интересно, что запретили стеклить балконы. Вот, кстати говоря, я бы на законодательном уровне вообще запретил бы стеклить балконы. То, что получается действительно красиво. Ну, и с той стороны та же самая история. Вон, видите. Вот, какая красивая хрущевочка. Прямо как будто в Европе. А вот мы свернули с главной улицы. И пошли унылые хрущевские дома. С балконами стекленными. Стремненько. А вот, смотрите, интересно. Вот хрущевка примыкает к немецкой застройке. Тут уже такое. А тут, получается, современный дом. И тут еще более современный. Короче, Калининград. Город-контраст. Ну, а вот типично немецкое строение. Их осталось не так много в Калининграде. В центральной части. На окраинах есть. А в центре не очень много. Вот такой дворик. Это глухая стена. Вон, видно вот этот шпиль. Место, где Канта похоронен. Ну, и давайте во двор войдем. Здесь такая лесенка. Как будто это вот крыша, знаете, вот. Может быть, это и есть крыша. Рубероидом закрыт. Подъезд. И вот такие вот интересные балкончики. Здесь, кстати, вот если идти вдоль дома. А тут, видите, новый дом. Это вот старый. Тут вот еще брусчатка. И, вероятнее всего, вот эта старая брусчатка. Еще. Как тут Ринд говорит, это еще от немцев осталось. Вот дома от немцев остались. Так, ну и вот, смотрите, интересный момент. Вот соединение как раз немецкого и хрущевского. То есть, вот немецкий дом. Там, видите, надстроено чуть-чуть, чтобы этаж получился. Вот какое-то строение. Тут уже крыша нормальная. Металл черепица. Вот, это немецкая. А вот хрущевки. Самые обычные хрущевки. И вот там есть стык, где один дом к другому пристроили. Во дворе, кстати, тоже хрущевки. Сейчас посмотрим на место стыка. Немецкий дом, видите, ушел под землю. Это, как там, люди говорят, это наводнение. Ну, как всемирный потоп. Он, кстати, подъезд был. Зарос полностью. И вот так вот получается. Вот подъезд хрущевки. А вот довоенное строение. Вот так тут все и уживается, соединяется. Здесь вот тоже интересно смотреть. Ну, хрущевка, самый обычный подъезд. А плиты к подъезду. Это такой вот красный мрамор. Видимо, какие-то остатки. Был роскошь. Вот еще такая калининградская затея. Смотрите, видите, камни лежат. Это мраморные глыбы. И они типа, ну, чтобы люди не парковались. Остатки каких-то старых строений. Используют. Вот еще остатки от немцев. Тоже, смотрите. Иногда встречается. Франц, Мозен, Свин, Чу-Чу, Лепсик. Вот. И все залито бетоном. Вот, смотрите, яркий пример. Вот фасадная улица идет. Вот красивые дома. Вот этому дому повезло. А у этого чуть в сторонке и уже просто хрущевка. Хотя дома на самом деле одинаковые. Видите, здесь и балконы застекленные. А здесь уже красота красотой. А-ля... А-ля дойче. Да? Так, наверное, надо говорить. Вот. И тут балкон, видите, не застекленные, красивые. Прям сразу все по-другому. Хотя, на самом деле, внутри квартиры, в подъездах ничего не поменялось. Тут даже, видите, окна не пластиковые. И если жителям хрущевок на красной линии повезло, на самом деле, в Калининграде. Видите, вот это тоже, кстати, самая обычная хрущевка. Просто ей губы накрасили то вот этой хрущевке. Повезло еще сильнее. Потому что здесь застекленный балкон. Вот. Потому что, ну, видите, да, здесь везде балконы расстеклили. Хотя, на самом деле, буквально 10 лет назад все было, естественно, застеклено. Как у нас любят. Разношерстно, блевотно, под резинку. Кто побогаче пластиковый. А здесь вот красиво, как прям игрушечный. Смотрите, забавно. Вот отреставрированный дом. Поворачиваем голову. И облезлый дом. Вот. А вон там немецкое здание. Сейчас мы до него дойдем. Тут, кстати, есть интересный люк канализационный. Я его тоже вчера нашел. На нем написано, не Калининград, он еще от немцев остался. На этой улице слышите, как шуршание. О, мостовую. Зато всегда слышно, что машина подъезжает по характерному. Так, обещал показать немецкий люк. Смотри, арматурин. Гессельшафт. Майнер. Вот это оттуда остался. И вот, собственно, мой дом, в котором я живу. Точно такая же обычная хрущевка. Она тоже подделана, отреставрирована немножко. Могу подъезд показать, если интересно. Но он самый обычный. И на тех вот, на тех красивых, тоже самый обычный подъезд. А вот, кстати, прямо у меня во дворе немецкое строение. Вот оно здесь с довоенных времен стоит. О, мое окно. Кстати, тут кот живет. В Калининградской области очень интересно относится к котам. Много где можно найти вот такие котодомики. Ну, получается, друзья, мы буквально 100 метров зашли с центральной улицы. И вот самый обычный двор, самого обычного российского города любого. Ну, единственное, что здесь не все балконы застеклены. Я не знаю, если вы с Калининграда, напишите, можно ли вам застеклить балконы или нельзя. Потому что, допустим, вот мой дом, и здесь тоже не застекленные балконы. Такой прикол. Во всяком случае, друзья, город очень сильно поменялся. На мой взгляд, ну, на центральных улицах прям очень заметно. Стало гораздо приятнее. До этого я гулял по Калининграду, и было ощущение, что на Воронеж. Ну, вот. Ну, интересный был Светлогорск, Зеленоградск. Они сейчас интересны. А вот в последнее время, я так понял, что Калининград стал интересным. Друзья, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Как вам такой вариант изменения хрущевок? Понравился, не понравился? Ну, и подписывайтесь на канал Николих Макфлай. Пока-пока-пока.